Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео о коллекции моих украшений. Вы давно у меня запрашиваете, и я сегодня с удовольствием для вас снимаю. И начать я хочу с того, что чаще всего все-таки я ношу ювелирные украшения, то есть золотые украшения. Я люблю золото. Я очень редко одеваю что-то из серебра, и для меня вот ближе золото. Причем как желтое, так и розовое золото. Я абсолютно нормально отношусь и к тому, и к другому виду золота. Ну и давайте я сразу же начну с того, что постоянно вы видите на мне. Во-первых, это вот эта цепочка с кулоном. Она была подарена многим мужем, причем цепочка была подарена позже, чем кулон, потому что я носила этот кулон с другой цепочкой, которая у меня порвалась. И потом муж мне подарил вот такую, и я замечательно ее сейчас ношу. Вот так вот кулончик выглядит вблизи. Это золото, и плюс здесь фионитики, но они очень хорошего качества. Они постоянно блестят. Ну, не знаю, мне очень-очень нравится. Вот такое вот сердечко. Ну и совершенно такая обычная плетеная цепочечка. Тоже золото 585-й пробы. Тоже подаренная была мне мужем. Также вот это кольцо. Это у меня обручальное кольцо. Потом муж мне подарил вот такое колечко с бриллиантом, которое я носила бы вместе. Мне очень нравится вот такое сочетание, когда идет обручальное кольцо и, ну, скажем так, помолвочное. Хотя муж мне предложение делал с другим колечком, которое я вам сегодня покажу. Но так как я похудела, вот это все, особенно обручальное кольцо, мне очень-очень велико. Поэтому потом муж мне купил вот такое тоненькое из магазина Sunlight, чтобы у меня все это дело держалось, не сваливалось. Потому что он у меня считает, что нужно обязательно ходить с обручальным кольцом. Он не приемлет, если я выхожу из дома без обручального кольца. Вот так вот все это замечательно выглядит. И также браслет, который я в последнее время ношу. Это единственный у меня остался браслет. Тоже был подарен моим мужем. Остальные у меня порвались, и один из них я потеряла. Это тоже браслет из золота 585 пробы. Из, получается, желтого золота, да, если я не ошибаюсь. И здесь нету никаких камушков. Здесь просто, ну, такие покрытия сверху было такое беленькое, которое уже подстерлось, и вот так вот выглядит. Мне нравится этот браслет, и я с удовольствием его ношу. И на этом браслете у меня висит вот такая подвесочка. Вообще предназначена для того, чтобы носить на цепочке на шее. Ну, я ее ношу на браслете, мне очень нравится. Я люблю, когда на браслетике что-то, скажем так, висит. Это буковка L. Первая буква в имени моего старшего сына. Хочу также приобрести такой же кулончик с буковкой V с именем моего младшего сыночка. Но пока не приобрела. Вот таким вот образом я это ношу. Мне на самом деле очень-очень нравится. Чаще мой браслет находится вот здесь. То есть не болтается, а просто вот таким образом выглядит. Мне так нравится. И также сережки сейчас покажу, которые чаще всего я ношу. Чаще всего вы видите у меня в видео. Но это вот такие тоже, по-моему, из магазина Sunlight. Они идут с бриллиантиком. Вот сделаны в виде такого цветочка. Очень мне нравится, как они смотрятся. Мне очень нравится, как они выглядят. Такие маленькие, нежненькие. Чаще всего летом я ношу именно эти сережки. И мне очень-очень они нравятся. А также я хочу сказать, что у меня есть на канале видео с украшениями из магазина Sunlight. Поэтому на них сильно останавливаться я не буду. Тоже подаренные в основном моим мужем. Я оставлю ссылку внизу, вот в анбоксе. Кому интересно более подробно, также с примеркой, переходите по ссылочке и посмотрите. Ну, а сейчас давайте уже перейдем ко всем оставшимся моим украшениям. И сейчас все покажу поближе. И для начала я хочу вам показать лак, который сейчас на мне. Вы меня очень часто спрашиваете, поэтому я принесла показать. Вот так вот выглядит мой маникюр. На самом деле пытаюсь я как-то поработать с гель-лаками, но с кошачий глаз. Но не совсем у меня пока получается. Но ничего, будем учиться. Значит, подложку я сделала при помощи вот этого оттенка. Вот он на ромашке. И это у меня Blue Sky номер А053. Вот он здесь вот выглядит вот таким образом на ромашке. И поверх я нанесла вот такой кошачий глаз от марки TNL. TNL, правильно так, наверное, произносится. Это 5D эффект в оттенке 04 лилово-миндальное. Вот я его нанесла на ромашку без какой-либо подложки. Он выглядит вот таким вот образом. Я думаю, его можно наносить и на белую базу, и на розовую, на какую угодно. Он будет везде красиво смотреться. Вот так вот он выглядит на красной базе. Мне кажется, очень даже симпатично. Ну и давайте уже приступим к моим украшениям. Храню я все вот в таком сундучке. Я специально снимаю при дневном освещении, чтобы все было видно. Потому что при искусственном, на самом деле, картинка очень сильно засвечена. Значит, вот такой у меня сундучок. Ему уже, наверное, лет 100. И я хочу его поменять. Не знаю, может и не поменяю. В общем, пока все лежит у меня здесь. Ну и давайте уже начнем. Я открою вначале нижний ящик. И здесь у меня хранится какая-то, ну, типа бижутерии, которые я не ношу, по крайней мере, на данный момент. Но мне по тем или иным причинам жалко выбросить. Значит, начну я вот с таких браслетов. Эти браслеты у меня шли в комплекте часам, которые мне были подарены. Вот так вот они выглядят. И, ну, они достаточно симпатичные. Но я их не ношу. И пока вот как бы лежат, думаю, ну, может быть, когда-нибудь я их и одену. Далее у меня лежит вот такой набор. Значит, здесь цепочка и сережки. Это мы приобретали с мужем, когда ездили в Тунис, лет 10 тому назад. Мне понравились тогда вот такие украшения. Я приобрела, какое-то время носила. Это бижутерия, ну, достаточно дорогая бижутерия. И вот сейчас лежат. Сейчас я не ношу, сейчас уже не особо нравится. Но лежат, жалко выбросить, что называется. Дальше у меня лежат мои свадебные украшения, которые были одеты мною на нашу с мужем свадьбу. Вот такое колье. И вот такие вот сережки шли. И также у меня на накидку была вот такая вот брошка. Брошку я сейчас не ношу, потому что, ну, мне кажется, она слишком уж такая праздничная, слишком блестящая. Вот такая. Хотя она очень, кстати, качественная. Вот за столько времени ничего с ней не случилось. В принципе, как и с этими украшениями, но лежат, как, наверное, память такая. Мне жалко выбросить. Все это тоже бижутерия. Но, кстати, была достаточно дорогая бижутерия. Далее у меня вот здесь вот лежат вот такие бусы. Это, по-моему, из граната, что ли, сделаны. Это бусы, которые, в общем, достались мне от моей мамы. Она не носит сейчас такие украшения. В общем, отдала мне. Но я, кстати, тоже их не ношу. Ну, вот так вот они выглядят. И, в общем, лежат здесь. Там еще какие-то значки моего мужа, в общем. Вот. И вот здесь вот у меня лежат тоже такие вот эти были куплены в Тунисе. Как-то я там ходила. Такой браслетик и сердечко. В общем, они что-то тоже означают. И вот такая тоже деревянная, деревянная сердечко. Это, по-моему, подвеска на телефон. Ну, в общем, сейчас я это все дело не ношу. Но жалко выбросить, как память. В общем, у меня здесь лежит. Ну, и дальше в верхней части у меня лежат как раз-таки мои золотые украшения. И также вот в этой части у меня лежит бижутерия, которую я иногда одеваю. Ну, и давайте начнем с нее. Значит, здесь у меня лежит вот такая цепочка. Была цепочка. Вот такой браслет, который был куплен мною в Анапе. И мне очень-очень он долгое время нравился. Он, кстати, такой уже пооблес везде. Стоил он 100 рублей. Но я, кстати, его с удовольствием носила. И вот тоже, что называется, жалко выбросить. Дальше у меня лежат здесь вот такие сережки. Это бижутерия. Причем достаточно дешевая. Была куплена мною что-то там 100 рублей не стоила где-то. Вот так вот они выглядят. Это тоже в каком-то из видео я в них была. Но ношу сейчас тоже крайне редко. Хотя они мне, кстати, нравятся. Далее у меня здесь есть вот такой комплект. Это дарила мне сестра. Это комплект из горного хрусталя. То есть камушек это горный хрусталь. Вот такие сережки. И к ним идет цепочка на кулончике. Мне безумно нравится этот комплект. Но, как я уже сказала, я больше люблю золотые украшения. Поэтому он у меня лежит. Хотя я пару раз куда-то даже одевала. Посмотрите, как супер просто переливаются камушки. Здесь тоже на сережках. В общем, на самом деле комплект очень симпатичный. Но вот так. Я его, конечно же, выбрасывать не буду. Может быть, буду куда-то одевать. Далее тоже у меня лежат вот такие сережки с голубеньким камушком, которые я покупала, по-моему, под какое-то платье свое. Я уже, честно, не помню. Но они мне тоже очень нравятся. Они очень нежно, аккуратненько смотрятся. Такой вот, видите, камушек достаточно блестящий. Это, по-моему, даже какая-то пластмасска тоже были куплены мною достаточно за небольшую стоимость. Но они мне очень нравятся, очень симпатичные. Тоже лежат. Думаю, нет-нет, да, куда-нибудь одену. У меня лежат вот такие сережки. Они были заказаны мною с Алиэкспресс. Вот еще вот такие. И это какое-то там было написано серебро. В общем, это даже что-то из серии ювелирного украшения. Они у меня, как вы видите, пожелтели. Но вот с такой желтизной мне нравятся даже они больше, чем тогда, когда они пришли. Потому что они были прям такие ярко-ярко-серебряные. И мне это не нравилось. Единственное, что на них нету никакой вот даже силиконовой такой штучки, которая удерживает сережки, чтобы они не потерялись. Но я их в основном беру куда-то на отдых. Вот тоже такие. И замечательным образом ношу. Они слегка желтоватые. Мне, кстати, очень-очень они нравятся. Также у меня вот здесь вот в пакетике лежат подвески Sunlight, которые были подарены. Ну, знаете, они постоянно, мне кажется, там их дарят. В видео с Sunlight, можете на них посмотреть. Вот. Так. И последний. Это у меня вот такой комплект. Кольцо и сережки. Я купила его в прошлом году в Анапе. Очень мне понравилось вот такое исполнение. На самом деле сережки мне были особо не нужны. Но мне понравилось очень само кольцо. И я очень-очень захотела. Опять же, это под серебро. Но я ношу вот эти два колечка вот с этим моим кольцом. Вот с этим моим кольцом, который у меня был на обручальном. Рядом с обручальным. И мне, кстати, вот такая история нравится намного-намного больше. Но это такой для меня летний вариант. И одеваю я, кстати, крайне-крайне редко. Не знаю почему. Но мне кажется, очень даже симпатично выглядят. Далее. Вот в этой части у меня лежат вот в таком пакетике мои золотые цепочки. В том числе браслет, который порванный. Здесь две золотые цепочки. И один браслетик, который у меня порвались. И, кстати, если вы знаете, может быть... Ну, не знаю. Вообще надо искать какого-то хорошего ювелира, который вот может что-то из них переделать. Но пока лежат, пока я этим вопросом не занялась. Далее у меня лежат здесь две цепочки, которые у меня остались, скажем так, которые не порваны. Одна из них вот с такой подвесочкой-капелькой. И вот такая обычная цепочка. Досталась она, по-моему, мне от моей бабушки по линии отца или что-то типа того. Ну, очень симпатичная. Я одно время вообще очень часто носила. Сейчас уже, конечно, меньше ношу. Сейчас мне нравится вот это сердечко, которое вы видели на мне. Ну, тоже достаточно симпатичная. И также вот такая у меня цепочка, которая была подарена мне, моей сестрой и ее мужем на мое 18-летие. Была подарена просто вот такая цепочка замечательная, которая переливается. И потом уже муж мне подарил вот такой кулончик. Он у нас с бриллиантиками. Здесь какие-то осколочные бриллиантики идут полностью вот так вот россыпью. И на самом деле все вместе, вот с такой тоненькой цепочкой, смотрится очень-очень мило и мне очень нравится. Ну и далее вот, скажем так, мои основные украшения. И давайте начнем с них. Значит, здесь у меня вот такой кулончик лежит с буковкой А. Это первая буква в имени моего мужа, а также крестик. Тоже вот это все было подарено моим мужем. Ну, останавливаться сильно на крестике не буду. Дальше. Значит, здесь вот идут у меня кольца и дальше уже идут сережки. Кольца вот эти вот трое я приобретала себе сама. Первая это вот такая, еще до встречи с моим мужем. Это просто обычное золотое колечко. Здесь вот было напыление из типа белого золота и фионетики. Один маленький фионетик и еще три на лепесточке. Вот так он. Достаточно симпатичное, такое нежненькое колечко. Оно мне очень одно время нравилось. Я его вообще не снимала. Сейчас уже на самом деле реже ношу. Но оно мне нравится. Далее у меня идет вот такое колечко, которое тоже я себе приобретала сама. И это колечко сделано как бы с алмазной такой нарезкой, как мне объяснили. Тоже из 585 золота. Ну, здесь в принципе все у меня, по-моему, золото 585. Тоже достаточно симпатично смотрится. Я тоже, я вообще раньше любила чуть ли не на каждом пальце, чтобы было колечко. Сейчас мне уже так меньше нравится. Вот так вот оно смотрится. Достаточно тоже симпатичное такое, не броское, мне кажется. Ну, тоже хорошее. И вот такое колечко. Тоже я его приобретала себе сама. Это золото 585. И вот этот камень, я честно не помню, как он называется. Но это какой-то, как мне объяснила тогда продавец, полудрагоценный камень. То есть это не стекляшка. Вот так вот он симпатично выглядит. И ношу я всегда их вот так вот вместе. Мне так больше нравится, чем по отдельности. Вот так вот оно выглядит просто. Хотя мне многие говорят, что вот таким образом выглядит, скажем так, симпатичнее, лучше. Но мне нравится, когда именно два кольца вот так вот одета. И так мне больше симпатично. Единственный минус этого колечка в том, то, что грани вот этого камушка, они достаточно острые. И можно, например, кого-то поцарапать. Или, не дай бог, вы еще будете одевать колготки, то вы останетесь без колготок. Поэтому я его тоже не часто ношу. Именно из-за того, что оно везде царапается. Я даже могу сама себя им поцарапать. Поэтому мне этот момент не особо нравится. Ну и плюс оно такое ярко-зелененькое. Все-таки под какую-то, мне кажется, определенные образы должно быть. Далее колечки, которые мне подарил мой муж. Значит, вот такое кольцо. Тоже достаточно симпатичное такое. Ну, не знаю. На самом деле не часто его, если честно, ношу. Оно идет просто с золотом. И вот здесь вот, ну, такое напыление белое, да, идет. И какая-то алмазная огранка, что-то в этом духе. Вот. Далее у меня вот такое колечко. Я, если честно, вообще не помню, как называется вот этот темно-такой синевой камушек. Это не граната, а, не знаю, сапфир. Нет, не сапфир. Я не знаю, честно, как он называется. В общем, девочки, если кто знает, напишите мне, пожалуйста. Это такой темный, отдающий в синеву камушек. Тоже мне нравится. Я его одеваю или на этот пальчик. Достаточно симпатичное такое колечко. Оно не задевается, на самом деле, ни за что. И очень, мне кажется, симпатичненько смотрится. Далее. Вот такое кольцо. Здесь тоже настоящие камушки. Тоже не помню, как они называются. Вот желтый. По-моему, это гранат, если я не ошибаюсь. И желтый это тоже как-то называется камушек. И плюс еще добавлены бриллиантики. Тоже достаточно симпатично смотрится. Тоже периодически ношу. Мне очень-очень нравится. Тоже было подарено моим мужем. Ну, соответственно, цены, да, и где куплено, я тоже вам сказать не могу. Какие-то украшения были куплены 585. Какие-то вот из Sunlight. Я вам ссылку на это видео оставлю, да. Далее вот такое колечко, которое я в последнее время ношу очень часто. Оно было подарено мне мужем не так уж давно. По-моему, на позапрошлое, 8 марта. Сделано в виде цветочка. Опять же, вот с таким камушком, который отдает в синеву. Тоже мне безумно нравится. Мне кажется, очень нежное, очень красивое украшение. Ну, по мне так просто потрясающе. Я очень люблю это колечко и с удовольствием его ношу. И, кстати, хотела бы к нему еще и сережки. И далее кольцо, которое, с которым мне муж делал предложение. Это у нас голубой топаз и плюс бриллиантики. Очень красивое кольцо. Мне оно очень-очень нравится. Я его одно время носила, не снимая. И вот здесь вот тоже такие грани, как вот в этом зеленом колечке. Но они не царапаются, сам камушек не вылетает. То есть, ну, кольцо просто сделано потрясающе. Оно мне безумно-безумно нравится. Очень симпатично смотрится. Правда, оно такое достаточно объемное колечко. Но очень красивое. Мне нравится. Дальше у меня идут серьги. Вот эти серьги отдала мне мама. Я не помню, как называется вот этот камушек. Но этот камушек тоже натуральный. Вот так вот. Он такой, по-моему, тот, который меняет цвет или не меняет этот цвет. Такой он слегка фиолетовый. Единственный минус этих сережек, то что вот здесь вот, видите, такой квадратик. И не очень удобно, например, если вы их не сняли и легли спать, то они уже, ну, немножко царапают, неприятно становятся. Но сережки тоже очень симпатичные. И я их тоже периодически, кстати, одеваю. С удовольствием ношу. Дальше идут у меня тоже сережки. Это, по-моему, серьги, которые достались мне от моей бабушки. Тоже вот с таким красным камушком. Тоже достаточно симпатичные сережечки. Мне очень тоже не нравятся. Я тоже периодически под какой-то наряд с удовольствием их одеваю. И вот такие сережки, которые там в одних из последних видео, они на мне были. Тоже просто золотые, без камушка. Сделан на них вот такой красивый лепесточек. Очень симпатично смотрится. Единственный минус – это застежка. Я не всегда могу попасть. И без мужа одеть мне их достаточно тяжело. Мне обычно одевает их муж. Но мне кажется, тоже очень симпатично они смотрятся. Такие, ну, обычные, нежненькие, но при этом симпатичные. Далее сережки, которые мне подарил мой муж. Это были первые серьги. Я проколола уши, кстати, когда мне было 20 там с чем-то лет. И вот это вот первые серьги, которые он мне купил. Вот такие замечательные. Мы, кстати, ходили выбирать их вместе. Они мне очень-очень понравились. На самом деле, действительно, очень симпатично смотрятся. Я их тоже достаточно часто до сих пор ношу. Мне они очень нравятся. Здесь алмазная как-то гравировка какая-то. И покрыта белым таким, ну, типа белым золотом. Ну, не знаю. Вот эта белая часть, она очень часто стирается. У меня вот такие замечательные серьги из изумрудов. С добавлением бриллиантов. Безумно мне они нравятся. Но ношу я их в основном зимой. Но они просто, на самом деле, просто потрясающие. Очень симпатично смотрятся. Очень классные. С изумрудиками тоже были подарены нам мужем. И здесь уже такое лимонное золото. Очень классные. По-моему, это из магазина Sunlight. Ну, в общем, они тоже очень-очень симпатичные. Далее у меня серьги вот такие с бриллиантом и жемчугом белым. Я очень хотела себе какое-либо украшение с жемчугом. И желательно, чтобы это было, ну, как бы классический жемчуг. Вот так вот они выглядят вблизи. Очень симпатичные. Тоже мне очень нравятся. Тоже достаточно часто их одеваю. Мне кажется, они очень милые. Тоже были подарены мне мужем. Муж у меня, да, кстати, очень любит мне дарить украшения. Вот. Дальше вот такие сережки-цепочки. Это, по-моему, из магазина 585 он мне подарил. Или даже, по-моему, мы вместе как-то ходили, выбирали их. Здесь вот такая как будто бабочка сделана. И внизу просто обычная цепочечка тоненькая. На самом деле тоже такие нежненькие. Мне очень нравится, как они смотрятся. Далее у меня идут гвоздики. Это тоже все подарено мне мужем. Как вы уже поняли, значит, это вот такие вот очень симпатичные гвоздики. Он мне подарил. Здесь нет никаких камешков. Здесь просто сделаны вот такие как бы из золота такие пупырчики. И вот эти вот белые лепесточки, желтые лепесточки с гравировкой. Очень симпатичные, обычные на стандартном замочке. Тоже мне безумно-безумно они нравятся. Мне кажется, супер классные. И следующий это, ну, как я поняла, из магазина Sunlight. Это белый топаз, по-моему, идет. И вот вокруг росы бриллиантиков тоже из видео украшений из магазина Sunlight. Тоже посмотрите. Я как раз там про них рассказываю. Очень-очень симпатичные. И последние сережки, которые у меня есть, это были подарены мне моей сестрой. Не помню на какой праздник, на какой-то день рождения. С одной стороны, они идут из белого золота. И с другой стороны, они идут из желтого золота. Их как раз-таки можно носить и так, и так. И они мне, кстати, очень нравятся. Достаточно симпатичные, маленькие. Но при этом очень хорошо смотрятся. Вот и вся моя коллекция украшений. Достаточно, ну, я не знаю, для кого-то маленькая, для кого-то большая. Чаще всего я, конечно же, ношу именно золотые украшения. Потому что, ну, во-первых, потому что мне их дарит муж. Ему, конечно же, приятно видеть, что я ношу свои, те украшения, которые он мне дарит. И ему хочется подарить мне еще какие-то украшения. Вот. И их одеваю, конечно же, чаще всего. И мне кажется, когда есть вот именно ювелирные украшения, почему бы не носить их. Но бижутерию тоже иногда одеваю с удовольствием. Ношу. И вот как-то так. Вот такая вот у меня коллекция. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пальчики вниз, если не понравилось. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok